Здравствуйте. Долгое время интересуюсь технологиями прогрессивного земледелия, фермерства. Пришел к следующим выводам, что природа уже все создала настолько гениально, что стоит как можно точнее воспроизвести, пытаясь ей подражать, те процессы, которые там происходят. У меня есть друзья, которые на площади порядка менее сотки воспроизвели основные процессы, происходящие в природе. То есть животные, червячки, биокумус, удобрение. Итогом явилась ферма, основанная на биоорганической гидропонике. И не только гидропонике, но главное и биоорганика. То есть все, что само собой разлагает, становится удобрением и так далее. Моя идея, в том числе дизайнерская, тоже заимствованная у природы. Это сода. Пчелки постарались. Это очень устойчивая структура, комбинируя которую, в том числе, допустим, возьмем вот эту колонну. Представим, что это сэндвич из 10 вот таких штуковин. Если по одному из торцов проходит вертикальный канал, некая труба с удобрениями, с жидкостью, то мы, как пенал, ее можем раскрывать, опять же, копируя природу по спирали. То есть вот такой спираль из сот. На определенных, они могут быть модульные, то есть разной высоты. Модуль собой образует, как до этого авторы говорили, систему, которая комбинирует древние подходы. Допустим, выращивание риса. Про проект, давайте не про технологию, про проект. Что вам нужен, кто вам нужен. Чем больше членов команды различных компетенций, тем лучше. Функциональный. Биоинженер. Дизайнер. Дизайнер, инженер тоже. Архитектор, другим словом. Пойдет? Промышленный дизайнер. Промышленный дизайнер. Да, промышленный дизайнер, маркетолог. Нужны люди, в общем. Ну, лучше перечислить, кого именно. Ну, люди, которые могут помочь. В принципе, проект этого масштаба, он подразумевает использование всех компетенций. То есть, чтобы эти модули поедино собрать, команда должна обладать всеми навыками и всех смежных полностей. Спасибо, Илья. Вот вам листочек. Кратко изобразите, что это будет. Спасибо. Спасибо.